Всем привет! Меня зовут Павел Распопов и в этом видео я расскажу все самое интересное и важное о живописных скалах на озере Большие Алаки, на которых было одно из самых древних святилищ Урала. Эти причудливые скалы за их форму называют каменными палатками. Они расположены на юго-восточном берегу озера Большие Алаки в Челябинской области на небольшом холме примерно в 50 метрах от воды. Всего здесь 12 каменных останцов, их высота до 8 метров. Гранитные скалы выделяются на фоне окружающей равнинной местности. Вокруг нет деревьев, поэтому они хорошо видны даже издалека. Сверху открывается превосходный вид на озеро, а на западе на горизонте возвышаются Потанины и Юшневые горы. Некоторые останцы имеют достаточно необычную форму. В скалах встречаются небольшие псевдокарстовые пещерки. Наиболее интересная пещера Большие Алаки-1. Она сквозная, с тремя отверстиями, образовалась по трещинам. Расположена в самом большом скальном останце, который башкиры называют Бейташ. Размеры пещерки позволяют заползти внутрь. Ее длина около 6 метров. За счет пещерки с определенных ракурсов этот останец напоминает личину. По легенде, в древности тут был похоронен местный святой. Еще одна пещерка, длиной 12 метров, расположена в крайнем останце, с условным названием Гриб. В этом месте открыт интереснейший памятник истории, Большоалакский археологический комплекс. Он состоит из четырех памятников. Это Алакские писаницы, Светилище Большие Алаки, Поселение Большие Алаки-1 и Стоянка Большие Алаки-2. В литературе обычно говорится, что археологический памятник с древними писаницами на Больших Алаках открыл уральский археолог Владимир Толмачев в 1914 году. Однако в переписке основателей уральского общества любителей естествознания Аниси Маклера и историка Василия Дружинина еще в 1892 году говорилось об открытии членом вуале Александром Наумовым древних изображений на камнях на озере Алак. Древние рисунки на этих каменных палатках были давно известны местным жителям. Так или иначе Владимир Якович Толмачев первым описал и зарисовал писаницы на Больших Алаках. Он же провел здесь первые археологические раскопки. А в советское время это место изучал археолог Валерий Трофимович Петриан. Ему удалось найти еще одну ранее неизвестную группу наскальных рисунков, а во время раскопок он обнаружил древние изделия из горного хрусталя. Ученые установили, что человек здесь появился еще в эпоху Верхнего Палеолита. На протяжении многих тысячелетий каменные палатки на озере Большой Алаке служили местом поклонения. Здесь действовало святилище. Писаница на Больших Алаках состоит из трех групп рисунков на двух скалах. Первую группу найти проще всего. Рядом проходит тропинка. В скале имеется сквозное отверстие, а профиль фрагмента этой скалы сбоку напоминает нос. Петриан выделил здесь 45 фигур. Среди них около 10 изображений антропоморфных существ, многие из которых с раздвоенной головой. Скорее всего, это изображения шаманов в ритуальных масках, хотя некоторые любители фантастики умудряются считать, что это антенны. Также видны различные геометрические фигуры. В ходе раскопок около этого станца ученые нашли каменные и бронзовые наконечники стрел. Видимо, здесь велась обрядовая стрельба из лука в отверстие в скале. И это единственный известный археологический памятник такого типа в Челябинской области. Вторая группа Алакской писаницы находится на этой же скале, но с противоположной стороны. Рисунки тут сохранились хуже, разглядеть их сложнее. Ну а третья группа изображений расположена на крайнем станце под условным названием гриб. Эти рисунки сохранились хуже всего, их почти не видно. Алакскую писаницу датируют предположительно третьим-четвертым тысячелетиям до нашей эры. К сожалению, древние рисунки, да и в целом скалы, страдают от вандалов. Чуть чужнее, у берега озера Репенды, открыто поселение Большие Алаки-1. А на вершине холма, прямо внутри кольца и скал, археолог Петрин открыл стоянку Большие Алаки-2. Ее верхние слои относятся к периодам неолита, бронзового и раннего Железного века. Но самое интересное оказалось на нижнем палеолитическом слое. Петрин обнаружил там угольки, кости дикой лошади и каменные изделия, причем большинство из них было из горного хрусталя. Эти предметы, вероятно, приносили в дар высшим силам, в которых верили древние люди. Так что святилище возникло еще в эпоху палеолита. По данным радиоуглеродного анализа, этому археологическому памятнику около 25 тысяч лет. Каменные палатки на озере Большие Алаки называют самым ранним культовым памятником на Урале. Добавлю, что на западном берегу озера расположены малые каменные палатки. На них тоже найдена древняя писаница. В одну из поездок мы остановились на Больших Алаках на ночь. Это были последние выходные лета. И вот что в ту ночь происходило на скалах. Субтитры создавал DimaTorzok Следующее утро выдалось туманным. В тумане каменные палатки на Алаках выглядят особенно загадочно. Озеро напоминает бескрайнее море. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нужно хоть немного рассказать и о самом озере Большие Алаки. Считается, что его название произошло от тюркского слова Аллак. Обширная впадина. Озеро Большие Алаки имеет овальную форму. Его длина 4 километра, а ширина 2,5. Средняя глубина около 5 метров, а максимальная до 7 метров. Объем воды 39 миллионов кубометров. Озеро питается в основном за счет поверхностного стока и подземных вод. Никакие речки в него не впадают и не вытекают. Однако с помощью канала Большие Алаки соединяются с озером Малый Кисигач. Берега озер Большие Алаки невысокие и плоские. Кое-где с каменистыми выступами. В некоторых местах заболоченные. До новых берегов песчано-каменистые. Здесь водятся следующие виды рыб. Лещ, щука, окунь, ёрж, плотва, сик, линь, карась, элец и ясь. Вода довольно чистая и прозрачная. Никаких поселений на берегах этого озера нет. Чуть южнее расположено небольшое озеро Репенды. Оно отделено от Больших Алаков перешейком. А в двух километрах к востоку находится озеро Малые Алаки. Летом около каменных палаток всегда много туристов и просто отдыхающих. Здесь хорошее место для купания в озере. Многие останавливаются на берегу с палатками. На момент создания видео проезд и отдых здесь были бесплатными. К сожалению, некоторые заезжают на машинах прямо на само святилище, а также бросают мусор. Пожалуйста, не будьте такими. Путь к этому месту проходит через поселок Красный Партизан. Он расположен на южном берегу озера Малые Алаки. Здесь привлекают внимание старинные руины. Этот поселок был основан на месте бывшего хутора Павловского, построенного в начале 20 века. Рабочие занимались сельским хозяйством. О той дореволюционной истории и напоминают сейчас эти старинные каменные постройки, часть из которых превратилась в руины, а часть занимает ферма. Окрестности поселка серьезно пострадали в результате крупной аварии на Кабинате Маяк в 1957 году. Неподалеку прошел восточноуральский радиоактивный след. Сам поселок и озеро Большие Алаки он не задел, поэтому туристам и отдыхающим радиация не угрожает. Озеро Большие Алаки с каменными палатками находится в Челябинской области. Добраться сюда очень просто. Нужно ехать по трассе Екатеринбург-Челябинск, затем повернуть на поселок Красный партизан, за которым через пару километров покажутся скалы. Как от Челябинска, так и от Екатеринбурга до сюда примерно 110 километров. Своими впечатлениями об этом удивительном месте делитесь в комментариях. А еще подписывайтесь на канал Ураловед, если вы этого еще не сделали. И до новых встреч! Всем пока!